В преддверии 9 мая воспитанники историко-патриотического клуба «Генерал» посетили практически все городские школы. На встречах своим сверстникам они рассказывали о подвиге советских солдат, о блокадном Ленинграде, городе-герое, который так и не сдался врагу. Здесь мы больше акцентируемся на том, что конкретно этот человек сегодня, через 15 минут или завтра, он может сделать лично, даже если он ученик 5 класса. И вот он приходит, предположим, к маме, к папе, пытается узнать о тех же родственниках, он выкладывает все это в социальную сеть, он рассказывает об этом своим друзьям. И таким образом мы вот эту ситуацию неравнодушие начинаем как бы стимулировать. И подспудно, я очень надеюсь, что помогаем формироваться вот этой вот культуре в социальных сетях, как бы это сказать, наверное, щитить память. Потому что если мы ничего с этим не будем делать, то там так и будет, развлекательный контент и все. В своей родной школе ребята провели более масштабную акцию. Они рассказывали о героях войны, демонстрировали символы тех времен. Главными гостями на этом празднике, конечно, были блокадники. Их детство прошло под бомбежками, но они всегда верили, что враг будет повержен. Но верить в будущее надо. И самое главное нужно знать. Прошлое. Без прошлого будущего не может быть. Глядя на ребят, ветераны едва сдерживают слезы. Они знают, что не зря пережили все тяготы войны. Выстояли и защитили нашу землю. Для своих внуков и правнуков. Для тех, кто с гордостью прославляет нашу победу в Великой Отечественной войне. Вы знаете, что сейчас у нас никто не забыт и ничто не забыто. Поэтому это и должно продолжаться. Ваша будет задача быть честными, это уже сказано. Уважать обязательно старших, своих преподавателей, родителей. И взаимоотношения между вами должно складываться дружелюбное, правдивое, честное. А после все собрались за столом, чтобы выпить чашку чая и продолжить беседу. Ребята задавали вопросы ветеранам. И многое хотелось узнать и понять, что испытали эти без преувеличения великие люди в страшные годы войны. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.